Приветствую вас, самураи. Сегодняшний ролик будет чем-то новым у меня на канале. Я затронул так близкую некоторым людям тему и расскажу, возможно, о самом кровожадном и жестоком сенхедде начала 21 века. Он не брезговал похищениями молодых девушек, вооруженными грабежами. Его искали все сотрудники милиции Петербурга. На виду он казался обычным парнем, которого пару раз даже пытались гопануть хулиганы. Но как только он показывал свою настоящую сущность, те бежали в страхе. И самое страшное, у него было плевым делом лишить жизни. А хочешь почувствовать вайп того времени? Или как насчет того, чтобы попробовать немного криминала? Давай я расскажу тебе немного про Амайзинг Онлайн. Безграничный мир России встает прямо перед тобой. Ты можешь днями потрачить на шахте и добывать секретные ресурсы. Или командовать целой армией, будучи генералом. Может ты хочешь стать сотрудником ДПС или просто полицейским. Хм, хотя... Ты можешь на изи подняться в казино и стать самым влиятельным бизнесменом сервера. Интуитивно понятный интерфейс. Удобный и простой инвентарь персонажа. Не стандартная работа для новичков. Супер детализированная система номеров с выбором региона любой страны в СНГ. И это всего лишь самая малая часть того, что тут имеется. Играйся, знакомься, властвуй, покупай. Обменивайся, тюнингуй и совершенствуй. Загляни в описание. Или же отсканируй QR-код на экране. Тебя ждет секретный подарок, самурай. До встречи на Амайзинге. Скорее всего вам попадалось вот это фото, на котором два парня смотрят пристально в камеру. И судя по качеству картинки и одежде, что одета на них, можно предположить, что это начало 2000-х. Мне лично оно попадалось не раз. Те же вставки с мемами или же кратким описанием, кто на фото. В основном все сразу обращали внимание на улыбающегося парня. Ведь судя по виду, он совсем не внушает страх. Как поговаривают, улыбается значит добрый. Хотя я не интересовался до этого национал-социализмом, скинхедвижением и прочими связывающими их материалами, я немного углубился в это. Но основной форс этой фотки дал отрывок из аудиокниги Ильи Строгова, Skinheads. На данной фотокарточке изображены двое. Дмитрий Боровиков, он же тот самый кислый, и милый улыбающийся парень, Алексей Воеводин. Известный как СВР, что в переводе означает «сделано в России». Они оба являлись скинхедами, а в дальнейшем и организаторами двух экстремистских группировок – Мэткраут и БТО. А знаете, что самое страшное и пугающее на этом фото? Дальнейшая информация может оказаться неточной или вовсе фейковой, но как написал один анон на форуме, Данное фото было сделано вообще случайно. Кислый и СВР пришли тогда отдыхать в музыкальный клуб Орландина. Кто-то из моей компании был знаком с Воеводиным, и увидев последнего, решил поздороваться. Мы предложили им сделать фото, и те в свою очередь согласились. Но как выяснится позже, за час до прихода в клуб, Кислый и Воеводин ездили совершать ту самую, как они любили называть, акцию. Один раз парни поехали осматривать место для очередной акции. Дело было у черта на рогах, на городской окраине, вроде улицы Калантай. Они приехали, и к ним почти сразу доебались трое местных гопников. Типа, что-то, ребята, мы вас не знаем, да с какого вы района, да нам такие здесь не нужны. И Кислый с Лехой их просто зарезали. Двое потом месяц провели в реанимации и выжили с трудом. А третьего Кислый искромсал просто в куски. Спасать там было уже нечего. Больше пятидесяти дырок. Свидетель рассказывал, что он бил его ножом, а тот хрипит, пытается руками прикрыться и выдавливает. Что ж ты делаешь, пацан? Ты же убьешь меня. И глядя ему в глаза, Кислый совершенно спокойно проговорил. А я и хочу тебя убить. Хочу, чтоб такого урода, как ты, никогда больше не было на свете. Но больше всего угрозы в этой кампании всегда представлял Кислый. Я расскажу об одном эпизоде, который поверг меня в шок. Хуршида Юсуфовна Султанова. Родилась 13 сентября 1995 года в Душанбе. Она проживала семьей в центре Питера, в переулке Бойцова, недалеко от Юсуфовского сада. Она проживала семьей в центре, там же, где и проживал Кислый. В тот день, 9 февраля 2004 года, около 9 часов вечера, они возвращались вместе с отцом, Юсуфом Султановым и двоюродным братом Алабиром с катка в Юсуфовском саду. Когда они уже подходили к дому, сзади кто-то их окликнул. И, не успев среагировать, глава семейства получил кулаком в лицо, а Алабир сумел спрятаться под машину. На них напали подростки. Юсуф схватил дочку за руку и побежал. Догнав Султанова, преступники свалили его с ног и стали сбивать, а девочка с криками о помощи бросилась бежать к дому. Ее догнали почти у дома и нанесли 11 ножевых ранений, от которых девочка скончалась. Во время нападения жители двора, в котором подростки убивали Хуршиду, слышали крики «Вон из России!» и «Бей чёных!». Я не представляю, каким должен быть ужасным человек, чтобы вот так просто лишить жизни невинного ребенка. Убийство Хуршиды Султановой вызвало широкий резонанс, а тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко взял раскрытие убийства под особый контроль. Весной 2005 года по подозрению в причастности к нападению были арестованы 8 подростков. Жители микрорайона, где произошло нападение, обвинение в убийстве по мотиву национальной вражды было предъявлено лишь одному из них. Ученику спецшколы для трудных подростков, который на момент совершения преступления только-только достиг 14 лет. Остальным дали хулиганку. Однако в мае 2006 года в Петербурге были арестованы члены экстремистской группировки БТО, которой руководил Дмитрий Боровиков, он же Кислый. Арестованные признали следователем, что именно он убил девочку. Дмитрий Александрович Боровиков родился 9 июня 1984 года. Его отец был сотрудником уголовного розыска, адмиральтийского РУВД. Проживал он в доме номер 4, в переулке Бойцова. После окончания школы поступил на юрфак областного университета, где проучился 2,5 года. В период с 1999 по 2006 год Дмитрий Боровиков несколько раз задерживался правоохранительными органами по подозрению в нападениях на лиц неславянской внешности. Так его и его приятеля по имени Ян задержали по обвинению в нападении на китайца, получившего удар ножом сзади. Однако в итоге Ян оказался единственным осужденным. Уже в 16 лет Кислый познакомился с Дмитрием Бобровым, организатором неонацистско-радикальной группировки Шульц-88. Получил свою кличку там же – Кислый. Из-за того, что он любил тяжелую музыку и группу Кис, также он подписывался Кислым в интернет-изданиях. Летом 2001 года Дмитрий Боровиков вступил в Шульц-88, где стал правой рукой лидера. Боровиков стоял у истоков Шульц-88 и принимал самое деятельное участие во всех значимых акциях 2001 и 2002 года. Также находясь в группировке, Кислый активно занимался пропагандой. А позже он познакомился и с Алексеем Воеводиным. У них взгляды с Шульцем разошлись, и они покинули группировку. В 2002 году последние создали группировку Мэтт Крау. Кислый вместе с СВР понял, что скин движения борется не с самой проблемой, а с ее последствиями. Они начали ненавидеть всех, вне зависимости от наций и других расовых признаков. В своем журнале «Гнев Перуна» Кислый писал «Нам нужны не вы, а ваши дети. Именно из них мы воспитаем новую расу. Потому что вас уже не переделать. Телевизор, семья, убогие развлечения, забитый холодильник и модная одежда. Если это все, что интересует сегодня белых, то какие же они белые? Они мясо и мусор. Белую расу нужно создавать с нуля». Кислого задерживали в 2004 году по делу девочки Хуршеды Султановой. Сдержание было произведено через три часа после убийства, а обнаруженные на его одежде следы крови оказались тщательно замыты бензином. И поэтому идентифицировать ту кровь с кровью погибшей не удалось. Тогда высказывалось предположение, что Боровикову удалось уйти от ответственности благодаря связям отца, работника милиции. В 2004 году на группировку Мэтт Краут было заведено уголовное дело. Тогда арестовали почти всех членов группы, кроме Дмитрия Боровикова и Руслана Мельника. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Следствию удалось доказать лишь несколько эпизодов нападений. 25 апреля 2005 года Кислого объявили в международный розыск. По экстремизму с пометкой «Особо опасен» и при задержании может оказать активное сопротивление. Находясь в бегах, Боровиков с другими участниками банды, чтобы поддержать свое материальное положение, начал заниматься грабежами почтовых отделений. И к уголовному делу добавили статьи за разбойное нападение, бандитизм, ограбление, похищение людей. Скрывался Дмитрий довольно долго. Но 18 мая 2006 года у дома номер 23 по Планерной улице Кислый сидел во дворе с подругой. Когда он увидел, что к нему приближается группа людей в гражданской одежде, то он все понял. Это были сотрудники милиции, которые будут пытаться его задержать. По утверждению представителя прокуратуры Петербурга, Боровиков первый напал на сотрудников милиции с ножом. После этого оперативники выстрелили в него, в результате чего тот упал на землю, истекая кровью. Кислый умер почти сразу после прибытия скорой помощи. Вот как описывал эту ситуацию знаменитый Тесак. К месту, где менты метко застрелили Диму из автомата в затылок. Дмитрия никто не хотел брать живым. Его хотели убить. И поэтому дали очередь из автомата. Одна пуля попала в затылок, смертельно ранив его. Спасибо за просмотр, друзья. Я хочу извиниться за рекламу в своем прошлом ролике. Обстоятельства так сложились, что мне пришлось это сделать. И большое спасибо тем, кто продолжает меня смотреть. Я не фашист, просто мне нравятся руды и свастики, руды и свастики.